Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы находимся у здания Камешковской районной администрации, где сегодня произойдет неожиданное политическое событие. Сегодня, по сути, произойдет обнуление районного менеджера Курганского. Это происходит не в первый раз. Такое было уже в 2015 году абсолютно таким же образом. Курганский, понимая то, что против его ручных депутатов идет достаточно сильная команда, понимает то, что переизбраться на очередной срок районного менеджера у него практически нет никаких шансов. И поэтому, для того, чтобы максимально легализовать этот процесс, он готов пойти на, по сути, политическое поступление. Он собирается переизбираться старым районным советом. Что мы сегодня будем наблюдать? А одного человека мы можем? Нет, мы можем оставить шахтаблоны, камеры там. Так же, как у нас. Поэтому, заходите, там онлайн-танцляцию будет. Супер. Мы и так дом могли посмотреть. Мы и дом могли посмотреть, да. Мы запускаем. На веску мы вас можем приводить. Ребята, и Лана вас проводят. Пожалуйста, там можно рассмотреть. Будет онлайн-танцляция. Сейчас все будет включено. Пойдемте. А что касается выступающих. Прошу до истечения срока определенного контракта на 6-го ночного сняла в 2017 году прекратить на неполномочие в должности главы администрации Камешковского района. А сейчас основатель снялся. Торо нет, кто-то снялся. Ну, никакого другого нет. Они даже руки поднимают. То есть, нет такого, что у такого. Они уже, да, и крест, и пропади. Я принял это решение. Это мое право в рамках законодательства, дабы на общих основаниях принять также участие в том конкурсе. Если он будет принят, я готов в нем принимать участие на общих основаниях. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что это соответствует морали, что упадящий состав Совета народных депутатов назначат главу администрации, которая будет работать с другой состав, который, возможно, ни вы, ни другие депутаты, которые принимали решение, не способен. Я за мораль не могу отвечать. Ну, вы уже, наверное, живете в соответствии с моралью. Я не единственное, живу в стране законов. И, конечно, не запрещено проводить данную процедуцию. Мораль – это просто какого-то простойческого процедуру. Нет, да, да. Спасибо. Радь, Познанский, выходи. Компират согласен. Причем несловаться. Скажите, а кто будет администрацией проводить? Никто. Почему? Ну, потому что мы не обязаны давать комментарии. Ну, как-то просто странно получается, что у вас происходят такие события, как при этом не комментируете. Вы получили комментарии главы района. Но это глава района. А хотелось бы получить комментарии от администрации, от предстоит ли администрации. У человека есть право не комментировать. Давай кричать, там что ходит. Дмитрий, только что, по сути, произошла такая ситуация, то, что Анатолия Курганского, совершенно эпического персонажа для не только Камешковского района, но и для всей Владимирской области, по сути, ну, скажем так, обнулили. Как это происходит? Почему это происходит? И как вообще оценивать его шансы работать дальше два года? Ну, вы знаете, я думаю, что обнуление произошло, потому что средства массовой информации в пятницу начали об этом читать. То есть мы опубликовали повестку дня, которая была разослана депутатом на комиссии при подготовке к заседанию совета. Из нее было ясно, что Курганский хочет, оставаясь у власти, по большому счету, значит, подать документы на конкурс. Я думаю, что мы своим обращением и, придав всю эту историю публичности, вынудили написать его заявление. То есть сейчас хоть как-то все это дело легализуется. Вот, ну, легализуется только в части того, что он участвует в конкурсе на общих основаниях. А самое страшное ждет нас впереди, потому что по планам, значит, большинства в Совете народных депутатов переизбрать его на новый срок этим советом. Ну, видели, как этот совет работает, то есть большинство подконтрольно администрации. Вот, и поэтому, по большому счету, я уверен, что его они переизберут. Как считаете, какие шансы у нынешнего состава районного совета перезбраться именно в таком составе? В таком составе, я думаю, что шансы, ну, процентов, наверное, 30. Я так их оцениваю. То есть вот это вот, то, что мы сейчас видим, это страх Курганского переизберута? Ну, вот сейчас ребята стояли, пикетчики, вот подходили ко мне, значит, делились общим впечатлением и говорят, что когда мы рассказывали жителям, что пытаются сделать администрации, Курганский, то есть они слышали нецензурную брань. А скажите, пожалуйста, вот господин Рыжов сообщил нам о том, что вот это решение было плановым, то есть оно было запланировано еще в прошлом году, и сообщил о том, что все депутаты были осведомлены о том, что вот это мероприятие произойдет именно летом. Данный вопрос по выбору главы администрации района был запланирован еще в конце прошлого года. Решение о 20, если память изменяет, 23 декабря, данный вопрос состоял планово о проведении данной процедуры в июле этого, что было. Это правда или нет? Да нет, конечно, я думаю, что это было в планах еще в 17-м году. Почему так происходит, что человек, вокруг которого столько много негатива, токсичности, вот этих вот темных историй, там можно вспоминать и строительство чистых сооружений, и продажу гороэлектросети, и при этом он продолжает занимать свою должность? Я думаю, этот вопрос лучше задать напрямую господину Федору Юрию Матвеевичу и депутату ЗС зампредседателя Картучина Вячеслава Юрьевича. То есть, насколько я знаю, насколько до меня информация доходит, то есть они всячески его поддерживают, всячески ему помогают. Я думаю, что он обеспечивает им переизбрание, значит, на их должности депутатские. Соответственно, они вынуждены его покрывать.